Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для меня вообще большое счастье быть с ним знакомой и большое счастье, что судьба подарила мне такую замечательную возможность. И я очень рада делиться этой возможностью с вами. Большое спасибо открытому клубу. Вообще все так удачно сошлось, что и Вадим, и Гинсбург, и Катя, и Антон. Мы все любим творчество Саксонова. И я предлагаю просто его поприветствовать. Лев Григорьевич, это мы все вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом. Сейчас. Вот. Значит, я хочу что сказать. Я хочу сказать, что эта выставка удивительно современна, на мой взгляд, и удивительно вневременна. Потому что с того момента, как появилась вообще в нашей стране чугунка, а это как бы первое название железной дороги, идея движения всегда связана именно с чугункой. Идея движения не связана с самолетом, идея движения не связана, как это неудивительно, с автомобилем, идея движения связана в нашей культуре именно с железной дорогой. И те темы, которые Саксонову очень близки, это движение и пространство, конечно, это та реалия, которая, ну, как можно лучше отвечает его запросам внутренним. Я хочу просто рассказать, что мы сегодня, как бы как пойдет сегодня наш вечер. Через несколько минут я предоставлю Льву Григорьевичу слово, и он расскажет вот об этой выставке, об этих работах, о своих идеях. Затем я совершу некий акт, причем публичный, очень рискованный. Я прочитаю вам оригинальные, литературные, в скобках прописи, литературные, произведения Льва Григорьевича Саксона. Которую он читать отказался. После этого я попрошу вас выступить и сказать, что вы обо всем этом думаете. Льву Григорьевичу. Ваш выкупайлеска. Я хочу, во-первых, и во-вторых, и во-третьих, выразить вам с абсолютной искренностью, глубочайшую вам благодарность, что вы пришли. Может, какие-то дела более интересные, вы пришли. Я очень вам благодарен, всем, кто пришел. Теперь просто несколько слов или несколько предложений. Почему это вот такая вот любовь у меня, или любовь, я не знаю, как сказать, железным дорогам. Вы знаете, странная вещь, время. Такой анекдот, он по-разному, он очевидно, он правдивый анекдот. Когда у Эйнштейна спросили, окружила его толпа, спрашивали, ну как же может быть время разное? Как это такое? Время же оно время, оно вот идет и идет. Он, ну, наверное, многие слышали, он ответил по-разному это. Он ответил так. Вы знаете, когда влюбленным отдадал полчаса на встречу, эти полчаса проходят как две минуты. А когда грешник жарится полчаса на сковороде, в приятном месте, в аду в смысле, то эти полчаса для него, как 10 лет. Ну, примерно так. Так вот, странная вещь, время. Время. В 41-м году из горящего уже Воронежа чудом удалось вот моей маме, мне, мне было только-только исполнилось 12 лет, сестра чуть постарше, и дедушка, которому было уже 8-й десяток, сесть в товарный какой-то состав. Ну, это не важно, как там. И вот мы ехали из Воронежа до Уфы, поезд шел дальше, но мы просто вылезли из Уфы. Ехали два месяца. Причем это в холодной, промерзлой теплушке, так называемой. Совершенно не теплушка, а вернее, даже навернее, точнее, холодушка. Эти проломанные полы. А мороз в 41-м году, слава богу, был чудовищный. В ноябре было 30 градусов мороза, слава богу, потому что это помогло спасти Москву. Потому что немец, конечно, если бы не эта лютая зима, Москва была взята, его все равно прозбили, Гитлера. Но какими, если бы это было, ну, не очень плохо. Ну, вот мороз спас. Поэтому к морозу у меня не малейшая претензия, а наоборот, благодарность. Ну, вы знаете, два месяца. И так, там моя была обязанность, я приносил, ходил за кипятком. Ходил, это не с того не годится, потому что надо было пролезть. Обычно наш состав, как мне первой важности, был где-то на последних железнодорожных путях пристанционных. И перед ним было до 10 длиннейших составов. А так долго шел два месяца, потому что путь один. И бесконечные составы шли на фронт с танками, с оружием, с пушками там, просто с солдатами. Обратно шли раненые тысячи, сотни тысяч беженцев. И все это было... Ну, было. И я знал, вот это два месяца, если мне бы сказали... То есть, я вот думаю, я же столько прожил. Господи, сколько скоро 90. Как это я столько прожил? Ну, если бы мне сказали, а что при ней? Вот эти два месяца или вся остальная... От 90 отнять два месяца, то есть, жизнь. Я бы сказал, я бы не знал. Наверное, эти два месяца были бы, мне казалось, длиннее. Потому что в детстве каждый день, как для взрослых, это год. И вот это был огромный кусок времени с паровозами. С.О. Сергороджи, Ницкидзе. Может быть, пожилых здесь нет, никто этого не знает. Потом Ф.Д. Феликс Дзержинский. Такая огромная машина такая. Потом и И.С. 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 Сталинч. Будь он не к месту помянут. Но их было мало. А были С.О. и Ф.Д. И вот они звучали мощно, по-мужски. Так что, раступись, народ! А был паровозик такой, как-то местный. На каждой станции О. Просто была буква О номер такой-то. Взывали его Овечка. Ну, в народе. Он, голосишко у него был жилский и визгливый. Я хорошо помню. И вот эта жизнь, два месяца. С этими паровозами, с гудками, с дымом. Потому что все эти вот... Вся эта теплушка, холодушка была вся в дырах. И этот дым шел кисловатый. Я его сейчас на язык помню его вкус. Ну, какие были красивые паровозы. Сейчас их нет. Сейчас это электрички с этим вот, с дугой. И провода. И никакого паровоза. Просто ведущий первый вагон, второй вагон, первый вагон ведущий. И я даже иногда так с сожалением вспоминаю. И, конечно же, станции. К сожалению, у меня здесь только где-то в одной придорожной... Вот это вот, придорожный кафе там какой-то. У меня этого нету. А вокзалы это целая поэма. Со знаком минус, конечно, поэма. Битком набитые эти залы ожидания. Пласть детей. Это какие-то бесконечные толпы, которые в три ряда. Потому что лавок там немного. Люди на полу спят. И чтобы пройти до бака с кипятком, надо было обходить. Или перепрыгивать. Через людей иначе не пройдешь. И запах, запах неисправного туалета, потому что туалеты не работали. Там тысячи людей. И какие там, чертой матери, туалеты. И запах этого туалетов неисправных. И запах пота. И самый страшный запах, запах беды. Причем, который ты всей кожей чувствовал. Так что, вот, наверное, от этого, от этого, этого у меня живет. Это царапинова детская. И, может быть, поэтому, вот я верю. Ну, здесь нету залов ожидания. Это интересно. Мне очень интересно эта тема. Может быть, я еще сделаю. Даже не в военное время, а просто в гражданское. Когда люди между кем-то и куда-то едут. И вот они, даже они там, если сидят час в этом зале ожидания. Это целая жизнь совершенно другая. Совершенно другая. Ну вот, наверное, я больше не стану занимать. Просто я хотел объяснить, почему у меня эта тема так... Наверное, можно было это лучше сделать. Ну, как получилось, так получилось. Вот. И еще раз огромное вам спасибо, что вы пришли. И, конечно, моя великая благодарность Вере Колмаковой, которая это все устроила. И Катю, которая вот это развесила. И очень хорошо, по-моему, развесила. Я очень благодарен. И спасибо еще раз вам, что вы пришли. Вот обратите, пожалуйста, внимание, что Катя автобиографическую работу Коксонова Льва Григорьевича сделала центральной. Да, вот как бы она таким очень важным пятном на экспозиции. Ну вот, а сейчас, с вашего позволения, я прочитаю сначала несколько стихотворений Льва Григорьевича, а затем вот он сетовал, что нет здесь залов ожидания. Зал ожидания здесь есть. Это драма. Драма на трех страничках. Не пугайтесь. Вот. Но это драма. Как раз о том, как двигаются оттуда сюда. Этюд о семафорном сне. Две пьяные потаскухи сидели на скамье на станции Царицыно. Нет, я все переврал, это были старухи на платформе перерва. Слезы текли по старухам. Слезы текли по старушечным лицам. Паразь. Но он быстро слинял, а в небе зажглась желта, как семафорного цвета луна. Прошлогодние еще. Так. Я подустал, сойду, наверное, на дальнем полустанке. Тропинка, прерываемая лужами, тянется от единственного станционного домика через поле в лес, рассиненный дождиком. Дождик мелкий, почти невидимый, лижет лужи, и вода в них чуть вздрагивает. И я стану тропинкой, и я стану вечереем всем неощущающим. Надо же слово стремя, ща, стремя для ща, длящаеся не время. Всем неощущающим себя. Не подумаешь, что это было полустанком. Летом шпалы почти не видны, и между ржавыми рельсами буйно растет трава, лебеда, ромашки, и колдует, фиолетует Иван-чай. Зимой обочинный, как приснившийся и тут же забытый сон, полустанок засыпал снегом. Два старых, брошенных товарных вагона стоят рядышком на ногах-колесах. Два товарных, два товара ища друг друга. Все застыло, вагоны, кусты, заколоченный домик обходчика, И только небо ночью, как ваза, с поблескивающими в просветах облаков цветами звездами. Гудок электрички ворвался в ночь. С дерева посыпались капли, а может быть они посыпались, потому что птица слетела с дерева. На скамейке сидел пьяный, опустив голову, подставив шею под ночь. Из дома вышла девочка. Она держала птицу, а может быть это была булка с изюмным глазом. Ненастье нагло обняло ноги и деревья. Мокрый тротуар бежал в темноту. И деревья, врезанные в небо, бежали за ним и тащили за собой в небо. Дождь лежал в луже, вода в них чуть вздрагивала. Поезд пронесся с рязанским прононсом через акул прогроху, Как через страну эпоха, как через небо комета, как через август лето. Любовь пронесись через неосветающий вельс. И вот обещанная драма «Зал ожидания» в трех актах. Действующие лица Саксонов, двое пьяных, женщина, сухие березы, милиционер, проститутка, водонапорная башня, двое глухих. Акт первый Саксонов про себя. Приду снова на ту стоянку, та же речка, та же протоптанная тропка по крутому берегу к палаткам. Вот здесь был костер, и угли те же, за десять лет остыли. И так же вечером будут пламенеть верхушки сосен. И вот шестянка из-под консервов, которую я зачем-то повесила на сучок, совсем прожарила. И вот лес кончается, за ним тоже ржаное поле, и в нем окруженный желтым лесочек. Я не был в нем тогда, жалко было идти по ржи. Может быть, сейчас есть тропка, в центре лесочка растут колокольчики, такие синие, как будто до того, как на них посмотреть, я целый день смотрел на огонь. Первый пьяный и кает. Ик, ик, ик. Первый глухой. Второй глухой. Первый глухой. Первый пьяный. Ик, ик, ик. Ик, ик, женщина. Какой ты озорник. Закрой свою пасть. Не даешь людям спать. Пять сухих берез за окном. Мы сухие, да. Ну что? Вы знаете, что такое белое? Белое белье бывает чистым или грязным. А белизна, идея белого. Когда взглянешь, и их, это мы, ночью на темной, почти черной, листве живых деревьев. Саксонок думает. Когда же смотрел целый день на огонь? Это я для срав. Засыпает. Для срав. Второй пьяный. Толкает Саксонок. Эй, сосед, не спи. Ты куда едешь? Саксонок открывает глаза. Не, не я. Второй пьяный. Не ты? Ты, Саксонок, да я еду на стоянку. Второй пьяный. Куда-куда? Саксонок. В Эль-Дорадо. Второй пьяный. Это где же? Саксонок. Далеко. Я всю жизнь туда еду. Второй пьяный. Это что такое город? Саксонок. Это идея. Второй пьяный. Для идиотов, Саксонок, может быть. Второй пьяный. Ты это брось. Прими стакан, и сразу в Эль-Дораде будешь. Зачем всю жизнь на это тратить? Я тебя сейчас отвлеку от этой стоянки. Первый пьяный. Ик. 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 Женщина. Схожу за милиционером, он тебе закроет пасть вмиг. Второй пьяный. Я тебя сейчас отвлеку. Смотри, карточки сам снимал. Это моя дочка, я знаешь, ее как люблю. Это моя жена, да? Это отец, мать и прочие родственники. Милиционер ходит. Которые тут без паспортов и которые не дают спать женщине, попрошу выйти из залу. Акт второй. Полтора часа все спят. В конце акта слышится. Ик. 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 Акт третий. Женщина. Ты баба или мужик? Пожалели тебя дерьмо. На таких нужен мор. Первый глухой. Второй глухой. Водонапорная башня. Окол в адзах. Я построена еще в девятнадцатом веке. Знаете, сколько людей на меня смотрело за более ста лет? И каждый взгляд остался на мне. Вы понимаете, Саксон? Понимаю. Очень польщен. Что и мой взгляд остался на вас. Вы башня, облицованная взглядами, как мрамора. Водонапорная башня. Вежливая. Вы не совсем понимаете. Я и внутренне изменяюсь. Проститутка. Входит. Растрепанная. Платица до места, где начинаются ноги. Подходит к пожилому глухому. Миленький, ты меня заждался? Чего молчишь? Женщина. Ах ты! На тебя смотреть-то жутко. Проститутка. А ты не смотри. Женщина. Отстань от пожилого. Проститутка. У пожилого денег много? Женщина. У пожилого. Прочесть на оборудовании. На всю Европу? Саксон. Думает. Сколько же было тогда нас? Человек семь. Две собаки. Вот здесь у кустов ольхи лежали байдарки. Одним вечером, когда сосны огненными колесницами рвались на небо, пришли местные рыбаки и включили на полную мощность дикую музыку. Колесницы упали и разбились. Птичье тихое пение затонуло в речке. Ася сказала, я не могу больше. Снимаемся и плывем на другую стоянку. Но уже темнело, и мы остались. Ася залезла в палатку и накрыла голову кулакой. Музыка оборвалась вдруг. Пришел рыбак. Вы нас извиняете. Ася, радостный. Ничего, ничего, пожалуйста. Вы нас, бля, извините. Динаю, бля, всел. Вот такое, извините за выражение, казус. Первый глухой. Второй глухой. Второй пьяный. Саксонник. Ну что ты думаешь и думаешь. По твоим годам ты должен уже до конца света дойти. А ты все что-то ищешь. Давай налью стакан. А то до конца жизни в зале ожидания просидишь. Саксонник. Спасибо. Не надо. Думаю. И тот же Иван-чай. Растет вдоль тропинки. И старая леска, которую тогда бросил на кусте. И вот колышки от палатки. Гнилые. Но узнать можно, что колышки. Но ни людей тех, ни собак. Я на какой-то машине времени уехал в прошлое. Время застыло. Не двигается. Прибитое невидимыми, но не гнилыми кошками. И только тихо-тихо, тихонько поет птица. Я вслушиваюсь. Кажется, об Эльдорадо и абсолютной белизне. Милиционер ходит. Граждане, уборка залу. Прошу всех выйти. Зану. Я попрошу Евгения Гинзбука сказать что-нибудь о том, что мы сейчас услышали. Юрий Михайлович, вы готовитесь. Что я готовлю? Да? Ребята, ну я тоже таким домашним языком буду говорить. Вот просто разговор ушел о времени, об Эйнштейне, все замечательно. Я так подумал. Я Ива Григорьевича знаю полвека. Представляете, даже страшно бы так сказать. 50 лет. И первое знакомство было очень у нас интересно. Мы сидели в очереди в фронографике, ну показывают товарный знак. Я, видно, говорю вслух. Я говорю, что ты еще целый час сиди. Так хочется писать. Может быть я уйду, лучше я пойду по работе. А Левка мне говорит, ну что ты думаешь, что ты один пишешь? И вдруг я понял, что все сидят такие же, как я. Вот начальнику большому надо будет показать в эту работу. И от взгляда Крюкова все зависит. Вот твои суперполучи, ты там через месяц или два ищи 60 рублей. Или ты не получишь. Ну в общем вот такая вот жизненная школа была беспощадная. Ну кажется, вот она все-таки нас научила работать. Потому что Лев Григорьевич был как профграфик маэстро. Великолепные делал книги, делал терминные стили. Вот. Ну литературное произведение я вот сейчас прослушал. Очень удивительно и очень талантливо. Ну я хочу сказать об этой выставке. Я совершенно не представлял, что вот будет такая вот абсолютно блистательная выставка. Ну это мог такие вещи создать уже мастер, который, конечно, такую большую жизнь прошел. И, конечно, много страдал. И в большем искусстве такая вещь, конечно, беспощадная. Вот чтобы достичь вот такого уровня, такого блистательного мастерства. И в то же время какая-то и легкость в этом присутствует. Но это только видимость этой легкости. Это просто такой накопленный жизнью опыт в изобразительном искусстве. Значит, что я еще должен был сказать? Про пространство, про подробность и про плотность и про пространство. Ну, дело в том, что Левка так шикарно рассказала про эту сковородку. Я вот вспомнил, что Данта, я делал серию, медали. И там вот тема ада очень легко получилась. С этой раскаленной сковородкой. Я так и ни разу не высадил эти медали. Эта серия была четыре медали. И вот, наверное, он правильно сказал, что все-таки вот ад нашей жизни вот он дает какие-то совершенно потрясающие результаты. А что такое рай, мы ведь не знаем. Мы только, так сказать, прочтя у Данте рай, ну, наверное, многие читали. Вы знаете, мучительно было читать эту вещь. Я все-таки осилил. Оказывается, этот рай он куда-то спрятал. И потом, спустя много лет, там что-то не 50-60 лет прошло, нашли этот тайник, и вот прошли этот рай, понимаете. И я в этом райе, честно говоря, ничего не помню. Наверное, все-таки это такая выдумка, вот, это такая надежда. Как тот мальчик 12-летний в интернете написал, «Мы – сторона невыполненных обещаний». Это вот мальчик 12 лет, который сейчас выпустил третий сборник. Шесть лет он молчал, потому что он с двухъярусной кровати упал. И через шесть лет он вдруг, мама ему наливала молоко в кофе, и он сказал, мама, хватит. И мать не поняла, что вдруг, вот он шесть лет не говорил, и вот сейчас мальчик это сказал. Она говорит, ну, ты скажи еще что-нибудь. А он встал и ушел. И вот шесть лет он пишет стихи. И, в общем, читает стихи на старом арабате. Не только читает стихи, он еще играет на скрипке. И отца нет. У него две сестры, и вот он такой гениальный мальчик, который сумел издать три сборничка стихов и прокормить семью. Вот это вот наша вот такая потрясающая жизнь. Вот, пожалуй, на этом я закончу, потому что в том, что в 12 лет мальчик осознал вот эту российскую пропасть такую, которую люди вот как хотят, они говорят, как хотите, так и живите. Ну почему? Когда такая вот такая страна, почему все должны быть нищие? И какой-то маленький процент людей, ну как сейчас это жуткое слово, в шоколаде. Мне вот непонятно, ради чего были все эти жертвы, о которых рассказал Лёва про эту войну и то, что, в общем-то, мой отец воевал и прошел эти страшные фашистские лагеря. И, в общем, непонятно. Никакого вознаграждения. Может быть, поэтому вот Лёвка делает такие вот гениальные работы, и я просто снимаю перед ним шляпу, потому что вот такой высадки я просто не ожидал. Вы знаете, ну вот мы много лет вставляемся, я видел и большие работы его маслом, и апорты. Ну вот здесь как-то такая вот квинтэссенция его жизни и его творчества. Все, спасибо. Спасибо, Евгений. Это товарищ Иван Григорьевич по группе «Куст» Юрий Михайлович. Это Юрий Рыжик. Ну, вообще, так трудно восхищение выразить в каких-то нешаблонных словах. Я даже, наверное, и пытаться не буду. Я помню первое это самое впечатление, приехал в Челюскинскую. Ну, все там начали выпивать, уже шум, гам. Я подался в травилку, и вижу человека, который уже в эти первые минуты травил афорт. Огромный афорт. Это было, по-моему, корчиковой иллюстрацией. Великолепный получился афорт. Но главное, меня поразило это вообще такое само... не знаю, само чего, в общем. То, что он погрузился в эту работу сразу, без всяких предисловий. И потом я его знал очень много, и каждый раз удивлялся, потому что каждый раз эти работы были все новыми и новыми, и все время какие-то открытия были. Причем в разных самых направлениях. Это были иллюстрации. К Чехову вот эта вот... Для него была замечательная серия. Ну, его, наверное, знают. Она известная. И Шолом-Алехиму были прекрасные листы. Вот мы многие делали в эту мувку. Портно, заколдованному Портноу. Но, мне кажется, лучше его никто не сделал. Потому что тут было такое погружение в этот мир староеврейский, в это сочетание желания счастья и юмора, и каких-то сплошных несчастья. Это было выражено очень здорово, очень как-то живо. И, наверное, ни у кого такого вот этого... Не было ни стилизации, ни этнографии. Было действительно... У людей перед общим миром такое впечатление от этой работы. Потом были и в Аслову работы тоже роскошные. Ну, вот эта выставка, конечно, действительно поразила. Потому что это какой-то... Действительно какой-то... Какой-то этап. Какой-то действительно пройденный этап. И он замкнулся. То есть он наверняка будет еще и продолжаться. Но в то же время тут есть какое-то ощущение огромной законченности. Невероятное какое-то разнообразие. Вот этих, казалось бы, схожих по приему работы, но они необычайно разнообразны по своим решениям. Вот мне хотелось бы закончить. Он говорил про Эльдорадо. Я бы хотел вспомнить стихи Эдгара По. Надев перевязь и не боясь, Ни стужи, ни зноя, ни града, Весело смело шел рыцарь и пел В поисках Эльдорадо. И вот уж легла на виски седина, Сердце песни больше не радует, Хоть земля велика, Нет на ней уголка похожего на Эльдорадо. Устал он идти, И вдруг на пути Выведел телеку спутника рядом. Там я немножко забыл, В общем, он говорит, Ночью и днем Путем на грани райского сада Ищи свой путь, Кемшу стою будку, Ищи в стыкань на раз. Мне кажется, Это с Аксоном очень подходит. А он его ищет. Ну, поэтому я забыл. Мне сейчас пришла полувольная мысль, Которая коротенькая. Я хочу вот как-то ее озвучить. Может быть, проверить она вообще, Проверить ее на звук. Вот эти вот арматуры, Я не знаю, как это называется, Ну, вот, которые, Вот эти такие железные, На которых держатся все так, Мосты. Они же очень похожи Визуально. На то, как изображают Структуру сознания. Тоже такими же схемами. Как это фермы называются, да? И я сейчас, только сейчас, Это поняла, Что вот эти схемы Движения нашего И с другой стороны это молекулы, А с третьей стороны это железнодорожные. То есть, как вот все вот это вот Находится внутри нас на самом деле. И может быть, Почему нас это трогает? Потому что мы понимаем, Что это имеет очень большое отношение, Вот то, что мы видим, Совсем непосредственное отношение И вот к строению мира, И к строению нашего ума. Вот такая мысль у меня пришла в голову, Я ее еще не додумала. Она в сыром виде. Вот, я предлагаю вам, Давайте поговорим дальше о Саксонове. Может быть, кто-то хочет сказать что-нибудь? Нина Михайловна. Я прямо вот чувствую. Пока Нина Михайловна Малыгина идет, Я вам расскажу, кто это. Это филолог, доктор филологических наук. Это специалист по творчеству Андрея Платонова. Это человек, который сделал очень много, Сделал последнее издание Платонова, Часть лучшую, Которое вышло в издательство «Время». И сейчас Нина Михайловна работает над некоторым проектом, Не скажу каким, Но к этому проекту она взяла Иллюстрации Ивана Григорьевича, Платонову. Вот, поэтому Нина Михайловна. Я хочу сказать, немножко продолжить то, Что Вера здесь, мне кажется, очень хорошо обозначила, Почему нас это трогает. Вот когда я, Григорьевич, говорю, Вступительное слово, Я почувствовала, как возникают ассоциации, Связанные с жизнью, наверное, каждого. Ну вот конкретно, например, с жизнью моей. Когда он говорил, Как в 12 лет, Вот с этим чайником, Он ходил за кипятком, Когда горел Воронеж, Когда они ехали в эвакуацию, Два месяца в этом холодном вагоне. Я вспоминала о том, Ну, может быть, Самом пронзительном эпизоде Из жизни моего отца, Который рассказывал, Как в 12 лет Он получил в начале 42-го года Похоронку на своего отца И месяц носил в кармане И не знал, как отдать матери. И я думаю, Что вот то, что мы видим на этих картинах, То, что Вера прочитала произведение, Льва Григорьевича литературные, Очень интересные, Которые, мне кажется, Тоже представляют собой какие-то картины, Потому что живо видишь то, О чем там написано, Представляешь себе. И мне кажется, Что в этих литературных произведениях Тоже его художественный дар Больше всего проявился. Вот. И я думаю о том, Что мы как-то соприкасаемся С огромным миром. А вот у меня внутренние ощущения, Когда я смотрю на эти картины, Чем больше на них смотришь, Тем больше погружаешься в них, И тем больше они нравятся. И становятся ближе, И понимаешь, Сколько в них заложено, И жизненного опыта, И страдания, И мастерства. У меня то же самое ощущение, Которое у меня было от ощущения Платоновского мира, Когда я разговаривала с вдовой Платонова, Мне посчастливилось общаться С Марией Александровной В середине 70-х годов. Я с ним познакомилась. И когда она рассказывала о Платонове, У меня возникало ощущение, Что я соприкасаюсь с миром Платонова, Что я понимаю, Какой это был человек, Что я чувствую личность, Характер. И также вот этот мир, Который на этой выставке мы открываем, Это ощущение огромного таланта. Огромного таланта, Какое-то вот для меня И духовное, И физическое ощущение Соприкосновения с каким-то Удивительным миром. Ну, наверное, Миром без дна, Которым можно постоянно Пытаться постигать И все равно что-то Все время открывать новое. И Лев Григорьевич Благодарил тех, Кто собрался здесь. А я хочу поблагодарить его За эти замечательные картины. Потому что, Когда впервые полтора года назад Я пришла на выставку И увидела его картины, Я, конечно, была поражена. И сейчас тоже вот эти замечательные Это серия картин. Я думаю, что для нас, Для всех это Огромный подарок И огромное счастье Это видеть, это слышать И как-то соприкасаться Именно вот с этим Огромным даром, Который здесь, На этих картинах мы чувствуем. Спасибо всем. К вопросу к проблеме Соотношения искусства с жизнью. Как бы мы смотрим В реальное пространство, Оно бесконечно. Мы смотрим сюда, Смотрим все дальше и дальше И понимаем, что хотя лист плоский, А мы тоже можем смотреть бесконечно. Господа, я призываю еще Кого-либо высказаться. Есть ли Алла Голованова Автор Искусствоведческих Трудов Вышедших По истории искусства Вышедших В издательстве Белый город Неоднократно. Я писатель очень косноязычный И очень тяжело Излагаю свои мысли вслух. Простите, пожалуйста, Некая неловкость Эта ситуация Не могла я не выйти, Потому что Настолько сильно люблю Того числа Льва Григорьевича, Что подвиг То, что я вышла сюда, Говорит речь. Да, я хотела сказать, Но постеснялась. Я решила, что... И продолжу я тогда Железнодорожную симфонию. Будучи дочерью Железнодорожника И про... Просто моя Железная дорога Проходит сквозь всю мою жизнь. Это Все всполохи, Все ощущения, Все запахи Моего детства. Это самые прекрасные Индустриальные пейзажи, Которые только бывают в мире. Все индустриальное, Обычно, мрачно, Ужасно страшное и кошмарное, Кроме железной дороги. Железная дорога Это всегда волшебство. Это всегда... Она всегда... Когда мы слышим звук поездом, Он нам всегда сулит Поездку В что-то новое, Неведомые края. Это всегда прекрасно. И даже Житейские воспоминания, Конкретные воспоминания, Трагические, Они Железнодорожные, То есть, например, Поезд вез, Там видели, Там, не знаю, Смерть, Что-то... Ну, что-то жуткое, Там происходило. И все равно Это стирается Вот этим Необыкновенным, Постоянным Ожиданием Любви, Счастья И чего-то там Еще за поворотом. Это всегда... Это... Железная дорога Стирает все ужасное И наполняет Вот даже запах Железной дороги Волшебом. Искусство Льва Григорьевича, Его творчество Невероятно, Если подбирать Какие-то Образы, Ассоциации. Это тоже Такая большая Железная дорога И на ней Пути железнодорожные. И вот Он, Когда работает, Это некие Какие-то Бесконечные Абсолютно Серии. Их может быть Много-много. Вот у него Какая-то Колея, Какой-то Его... Какой-то Путь Железнодорожный. Их вот так Много-много. И он Продолжает Это вот Ветвиться, Это какие-то Бывают Мостики. Пожалуйста, Вот железнодорожная Серия, Которую мы Видим. Мы назовем Это серия, Поэма, Железнодорожная Поэма. То, Что мы Видим Сейчас. Но это Точно так же Могут быть Города России, Это может быть Да все, Что угодно. Хоть Данта Тот же Помянут И сегодня. Это все равно Он тоже Каким-то Образом Выстроен В какие-то Вагончики И он Тоже Едет. И это Бесконечно. Потому что И Данте, И железнодорожные Суиты, И города России, И там Я не знаю, Что мы там Еще там Ну любую-любую Серию И звери, И звери-птицы, И люди. Ну все, Что мы Все творчество Все это Продолжается, Развивается И так далее. Вот. Валерий Григорьевич Пишет Я высочайшего Помимо того, Что я Не просто Горячий поклон Но влюблена В его творчество Бесконечно. Я высоко ценю Его поэзию. Еще я знаю. Теперь я Столкнулась С его Драматургией. Я даже знаю Режиссера, Который мог бы Это все Поставить. Он нам Тоже известен. Пакета Левитина Театр-эргоэтаж. Он обожает Совершенно Такие подобные Абсурдистские Произведения. Так что Если Лев Григорьевич Задумает, То есть Мы можем Даже предложить Замечательный театр И реализацию Этих Его затей. Так что Спасибо огромное Лев Григорьевич. С любовью. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok